Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В жилом комплексе пригород Лесное открылась новая библиотека. Главное, чтобы жители микрорайона читали книги. Это самое главное. А направление они выберут сами. В последнее время существуют сложности с дистанционной записью на прием к врачу. В чем причина? Было все принято решение о сокращении амбулаторных приемов и вывода части участковых терапевтов на вызово на дом. Вышла в свет книга «Вершки и корешки» педагога Видновской школы номер 7 Андрея Коршунова. Браться за старое с новыми силами. Быть удивленным, давно надоевшим. В Ленинском городском округе открылась новая 17-я по счету библиотека. Культурное учреждение находится в жилом комплексе пригород Лесное. Для жителей нового микрорайона это стало настоящим культурным событием. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Открытие библиотеки в жилом комплексе пригород Лесное по-настоящему большое событие в культурной жизни Ленинского городского округа. В новом микрорайоне сейчас проживает более 15 тысяч человек. Администрация муниципалитета надеется, что учреждение станет местом досуга для жителей разных возрастов и интересов. Когда бы я не попадала и не посещала библиотеку, отношение особое к читальному залу. Где тебя уважают настолько, тебя и книгу в твоих руках, что все разговаривают тихо-тихо. Библиотека расположена на первом этаже многоэтажного дома. Небольшое, но многофункциональное помещение площадью 130 квадратных метров. Как отметила директор централизованной библиотечной системы муниципалитета Татьяна Лукашева, большая работа была проведена по формированию книжного фонда. Здесь всего лишь навсего 1773 экземпляры, которые были куплены вновь на бюджетные деньги. А 6 тысяч всего мы собрали. Вот все остальное – это дары от населения и отчреждения организации. Как рассказала заведующая библиотекой Мария Наумова, у них есть все необходимое современному читателю. От нужной книги до удобных и оборудованных интерактивных пространств. У нас будет пользоваться спросом в любом случае ЛитРЭС, потому что фонд для данного количества людей, он еще, конечно, маловат. В новой библиотеке созданы прекрасные условия для чтения, общения, творческой работы и проведения культурных мероприятий. Есть и детская зона, есть и зона доступа к информационным ресурсам, где пенсионеры будут обучаться компьютерной грамотности в рамках активного долголетия. Есть и зона трансформер для мастер-классов. Главное, чтобы жители микрорайона читали книги – это самое главное, а направление они выберут сами. В микрорайоне, как оказалось, много активных родителей, которые готовы помогать новому учреждению. Мама двоих детишек Татьяна Кочеткова будет проводить уроки громкого чтения для самых юных жителей. Приглашать на чтение детей соответствующего литературе возраста, тем самым приобщать их к книге и, возможно, после чтения совместных проводить мастер-классы на тему, которая затронута в книге. Библиотека в жилом комплексе «Пригород Лесной» расположена по адресу Молодежный бульвар, дом 10, и ждет своих читателей ежедневно с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Многие жители Ленинского городского округа отмечают, что в последнее время существуют сложности с дистанционной записью на прием к врачу. О причинах этого наш корреспондент Максим Козлов поговорил с заместителем главного врача Видновской районной клинической больницы Еленой Зинатулиной. Число заболевших COVID-19 постоянно увеличивается. Сейчас в стационаре инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов проходит лечение 470 человек. Количество тех, кто лечится дома, еще более внушительно. Ежедневно количество COVID-19 пациентов у нас растет. Сегодня под наблюдением медиков, даже на амбулаторном этапе мы не говорим про стационар, который у нас лечится, где наши пациенты лечатся, а именно на амбулаторном этапе количество пациентов, в которых подтвержден COVID и находится под наблюдением, это более тысячи человек. Тем не менее, в таких условиях, в отличие от весны этого года, работа поликлиники продолжается. Если в первую волну, мы говорили, полное закрытие поликлиник, и все узкие специалисты, все врачи, допустим, хирурги, неврологи, офтальмологи, были также на вызовах надом, сегодня эта плановая помощь сохранена. И поэтому мы на первичное звено, на поликлиническую службу, сейчас возложена очень большая нагрузка по оказанию квалифицированной качественной помощи для наших жителей. Елена Зинатулина отметила, что несколько дней назад произошел резкий скачок вызовов врачей на дом. Если полторы недели назад их было около 800, то на сегодняшний день более 1300. Нагрузка на каждого врача, у нас сейчас обслуживают вызовы на дом около 30 врачей по району. 20 участковых терапевтов, 5 педиатров, 5 фельдшеров, и, конечно, нагрузка около 40-50 человек составляет день. По сути, каждый врач ежедневно получает экстремальные нагрузки. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, руководство ВРКБ приняло необходимые в таких непростых условиях меры. Было все принято решение о сокращении амбулаторных приемов и вывода части участковых терапевтов на вызовы на дом. И нам пришлось закрыть записи амбулаторных пациентов и вывести врачей на дом, потому что это более важно, потому что люди, которые вызывают на дом, иногда приезжают и уже тяжелые пациенты, и сатурации низкой, которые требуют срочной госпитализации. Это пациенты группы риска, которые имеют сахарный диабет, какие-то хронические, онкологические заболевания, которым нужна помощь, и которые ждут эту помощь. И, естественно, была вынуждена эта мера. То есть жители должны понять, что в действительности сейчас есть трудности с записью к специалистам именно в поликлинику. Подтолкнула к такому решению и другая ситуация. Полторы недели назад в социальных сетях жители жаловались, что после вызова врача на дом его приходится ждать более двух дней. Очень много заявок поступило в субботу-воскресенье. Воскресенье поликлиника не работало. Когда в понедельник мы окунулись в большое количество вызовов, а осили теми нашими кадрами, которые у нас были, наличие мы физически не смогли. Вот сейчас поэтому было принято решение уже в это воскресенье, которое было вывести врачей-терапевтов на обслуживание вызовов на дом. Елена Зинатулина призвала жителей соблюдать все меры предосторожности и выразила надежду, что работа поликлиники в скором времени вернется в прежнее русло. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Жители поселка Лопатина рассказали в социальных сетях о том, что река Гвоздянка стала местом сброса неочищенных бытовых стоков со стройки жилого комплекса «Государев дом». Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин посетил строительную площадку и лично проверил, как происходит отвод ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод. После обращения жителей поселка Лопатина в администрацию Ленинского городского округа с жалобой на неприятные запахи в районе речки Гвоздянка сотрудники отдела по охране окружающей среды провели тщательную разведку мест возможного сброса неочищенных бытовых стоков. Вышли на место, причем попасть со стороны стройплощадки мы не смогли. Мы обошли через лес, нашли эту точку сброса. Собственно говоря, информация жителей подтвердилась, потому что именно в точке сброса были неочищенные, на наш взгляд, сточные воды. Имелся характерный запах канализации, грубые отходы находились в ручье, что подтверждало именно сброс или смешение ливневых и хоз-бытовых сточных вод. После обследования экологи обратились к застройщику и договорились о том, что приедут на стройплощадку жилого комплекса «Государев дом». Проконтролировать, как происходит отвод ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод прибыл и первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Запахов именно там, на что жаловались, в настоящий момент нет. То есть она спускалась чистая вода, но при этом мы, наверное, ставим за собой право обратиться в экспертную организацию, чтобы взяли пробы той воды, которая, собственно, входит в нашу реку, для того, чтобы подтвердить чистоту этих сбросов. В ходе проверки выяснилось, что на территории строящегося комплекса есть хозяйственно-бытовая канализация. И сбросы чистых сооружений осуществляется в соответствии с разрешительной документацией. Неприятные запахи были обнаружены только у реки, в точке сброса. Но из коллектора выходили чистые сточные воды. То есть мы думаем, что за это время, пока у застройщика, то есть был промежуток времени от нашей первой контрольного выезда и до сегодняшнего дня, у него было время, он привел территорию, вернее, разграничил все-таки эти стоки. И, может быть, нашлось какой-то неорганизованный сброс, который к этому приводил к загрязнению. И эти стоки сейчас разграничены. То есть канализация течет на очистные хозяйственно-бытовые, а ливневые стоки очищены и стекают в ручей без названия, который впадает в реку Гвоздянка. Стоит отметить, что территория стройки замусорена бытовыми отходами и открыты люки. Мною было дано поручение о том, чтобы запросить всю необходимую документацию, определить баланс содержателя этой канализации, определить эксплуатирующую организацию, в чем она, оперативное управление и хозяйственное ведение находится. И, собственно говоря, выписать однозначное предписание с контролирующими органами, для того, чтобы привести ее в надлежащий вид, запросить всю документацию, которая есть. И самое главное, в данной ситуации мы запросили техническую документацию. У нас все-таки осталось сомнение о том, что вот эта хозяйственно-бутовая канализация и люниевая канализация нигде не пересекаются. Чтобы исключить возможность смешивания стоков и снять условные обвинения застройщика, будет организована экспертная комиссия. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. «Вершки и корешки» – так назвал свою первую книгу стихотворений поэт, педагог, актер и художественный руководитель театральной студии Видновской школы номер 7 Андрей Коршунов. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией презентацию книги в Историко-культурном центре пришлось провести скромно. Пришли лишь самые близкие – друзья и коллеги поэта. Среди них была и наша съемочная группа. Браться за старое с новыми силами, быть удивленным, давно надоевшим. Многие знают его как прекрасного режиссера и бессменного художественного руководителя театральной студии Видновской школы номер 7. Но Андрей Коршунов еще и талантливый поэт. Его стихи говорят, они глубоко лиричны, они говорят о моем, о том, что у меня здесь. И, собственно, это главная примета лирического стиха. Своё первое стихотворение Андрей написал в 11 лет, посвятив его однокласснице. С тех пор стихи стали неотъемлемой частью его жизни. Для меня стихотворение – это как некая формула, маленькая формула, какой-то эмоции или события, когда в нескольких строках я открываю бездну смысла. Сборник стихотворений и прозы под названием «Вершки и корешки» – первая книга Андрея Коршунова. До этого поклонникам его таланта приходилось наслаждаться прекрасной поэзией лишь в социальных сетях и на собраниях литературного объединения «Акцент». У меня здесь несколько разделов в книге – стихи, стихи о детстве, о любви, о доме, о саде. Я тут даже поместил рассказы, рассказы, воспоминания о моём детстве и даже пьесу. Из-за сложной эпидемиологической ситуации презентацию книги пришлось провести скромно. Поздравить с выходом сборника в историко-культурный центр пришли самые близкие друзья и коллеги поэта. У Андрея много самых разных способностей. Некоторые он ещё будет обязательно развивать. Вот как драматург, мне кажется, он ещё себя в полной мере не явил. Но у него есть вот такая уникальная способность – детского взгляда на мир. Очень хорошо, что написал и оформил, очень красиво. И здесь вершки и корешки просто замечательно, да. Сначала корешки, а потом вот такие вершки, которые, надеюсь, понравятся нашим читателям. Какие-то стихи понимаешь, какие-то потом поймёшь. Но вот когда читаешь вот стих, вот сам Андрей Валерьевич читал, как-то это изнутри всё шло. Горжусь, что живу в одном городе с таким творческим, ярким, неординарным человеком. Он учит наших деток понимать слово, думать над каждым произведением. И уже нам, родителям, не нужно заставлять детей учить стихи или как-то эмоционально выражать их, а не сами. Поэт Андрей Кошинов черпает вдохновение во всём, что его окружает. Порой даже самые обыденные вещи могут натолкнуть на создание по-настоящему глубоких философских стихотворений. Я увидел плющ из окна и написал про плющ, сравнивая его тоже со своими эмоциями. Когда плющ находит опору и благодаря людям может жить. Музык Андрея Кошинова по его собственному признанию приходят почти каждый день. Да и за годы писательства накопилось множество неизданных стихотворений. А значит, вполне возможно, вскоре мы увидим и вторую книгу поэта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Увлеченные своим делом сотрудники. Люди, которые собственное хобби сделали работой и сегодня передают опыт подрастающему поколению. Речь идёт о воспитателях детского сада «Ромашка». Наш корреспондент Юлия Погосян встретилась с ними и узнала об их пути в профессию. Вязать Ирина Батырёва начала ещё в детстве. Любовь к рукоделию ей привила мама. Повзрослев, хобби стала работой. Сегодня наша героиня трудится воспитателем в детском саду «Ромашка», где ведёт тематический кружок. Вышивать или вязать малышам пока тяжело, поэтому они выкладывают картины из ниток. Решила попробовать в таком ключе. То есть они клеят, любят возиться с клеем, что-то яркое, красивое, чтобы у них были поделки. Каждое занятие посвящено определённой тематике. На этом уроке дети изготавливали поделки на тему «Осень». Получились забавные грибочки и одна большая картина с изображением дерева с опадающими листьями. Мне нравятся поделки из ниток и кружок «Волшебная ниточка». Мы там много чего узнали, много чего уже из ниток делали. По соседству с кружком «Волшебная ниточка» ребята занимаются физической активностью, а ведёт спортивный класс ещё один увлечённый своей работой воспитатель Алина Капустянова. В детский сад она пришла из большого спорта. В прошлом игрок женского баскетбольного клуба «Спартентка». Очень люблю деток и хочется максимально помочь развить их способности, потому что сейчас дети, честно сказать, им очень не хватает физической активности, слабо подготовленные. Благодаря работе Алины ребята начали показывать хорошие результаты. Вместе они нацелены к концу учебного года добиться определённых успехов и начать занятия по более сложной программе. Но что самое главное, малышам всё это очень нравится. Мне нравится кружок баскетбола, потому что там подбрасывают мячи, все дети делают хлопок и ловят. Как сказал китайский философ Конфуций, выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни. Эта цитата самым верным образом характеризует наших героинь. Их пример показывает, что если придерживаться этого правила, то труд будет в удовольствие. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Юлия Садовская. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.